Добрый день! Сегодня мы открыли выставку, которая называется «Пасха на Измайловском острове». Выставка продлится три месяца. Выставка открыта для зрителя, работает ежедневно. В преддверии такого великого праздника, одного из самых главных праздников – Пасхи, у меня есть такая возможность. Я живу в Измайлово, работаю много лет на острове и наблюдаю, как природа меняется, как человек реагирует, как красота окружает нас. И мы часто бежим, торопимся и не замечаем этой красоты. Поэтому мне бы хотелось, чтобы зритель увидел глазами художника. Центральная картина этой выставки – Пасха. Пасха – как раз исторический центр Измайлова и самого острова Измайлова. Храм, который изображен на этой картине – это Покровский собор. Поэтому, работая на острове, я тоже ощущаю некий такой Покров. В советское время у нас так получилось, что все сверху на ноги стало. И у нас здесь есть, например, комендантский дом без коменданта. Есть богодельня без тех людей, для кого это строилось. И долгое время храм стоял без… тоже как склад работал. На сегодняшний день это единственное сооружение, где, как задумывалось, для чего его строили, для того оно и служит. Проходят службы, проходят праздники. И дай бог, чтобы все стало не только на острове, но и у нас вообще, в нашей родине, все стало на свое место. Я работаю здесь на протяжении 8 лет. И каждый день практически пытаюсь, чтобы день не прошел зря. Я пишу, работаю, создаю картины. И так получилось, что это моя третья выставка здесь. Я очень рад. Но вот эта выставка, она особенная. Особенный праздник, особенная тема. И мы постарались отразить это, чтобы то, что заложено в названии, то, чтобы зритель пришел и это увидел. Ну, как это получилось, я не знаю, зритель, наверное, оценит. Но здесь представлены 4 картины, пейзажи. Ну, порядка 40 этюдов. Все эти этюды – это сбор материала к тем работам, которые потом в итоге появляются как самостоятельные художественные произведения. То, что это в рамках музея, эту выставку делают не просто выставкой, вот как в выставочных залах или в каких-то галереях. Здесь выставка представлена с предметами, декоративно-прикладное искусство и вещи исторические, которые имеют отношение, на мой взгляд, к этой территории. Очень важно для зрителя и для художника, очень важно, когда в мастерской художника его окружают предметы, те предметы, подлинные предметы, которые соответствуют тому времени, о котором он говорит, той эпохе. Я не считаю себя коллекционером, но что-то у меня есть. Я тоже с удовольствием поделился и представил, показал зрителю и музей тоже участвует здесь активно. Музей представил очень много тоже своих предметов. Мы можем увидеть здесь эти предметы. И эти предметы тоже на тему, которая обозначена или заявлена у нас. Очень важно, что выставка открывается в канун праздника Благовещения, поэтому праздничное настроение у многих зрителей, у многих друзей моих, которые пришли на открытие сегодняшней выставки. Для меня эта территория и место Измайлового, Измайловский остров стал малой родиной. Очень приятно, что я с некоторых пор живу здесь. Живут мои родители и мои дети. Очень важно, что... Ну, так получилось, вот сын родился здесь, недалеко на улице Фортунатовской, и крещён был тоже здесь в Покровском соборе. Для меня это очень важно. И я надеюсь, что и для него, и для моих детей тоже это будет очень важно. Потому что на сегодняшний день понятия родина, они так вот размываются. И многие даже не могут сформулировать, что такое родина. Родина вот для меня и для них, я надеюсь, будет. Это конкретная территория, конкретный храм, где ты крестился или где тебя крестили, где ты жил многое время, где жили твои родственники, бабушки, дедушки, родители. И это на самом деле то, что невозможно отнять, невозможно отказаться от этого, но это на мой взгляд. Поэтому то, что в Москве я обрёл такое место, для меня это очень ценно. Поэтому и у меня есть желание и возможность написать большое количество работ. У меня много идей, замыслов, и я надеюсь, что Бог даст, всё это сбудется. И я продолжаю работать, и эта тема остаётся в моём творчестве, хотя многие зрители знают меня как исторического художника. Но я не считаю, например, для себя, что пейзаж – это какой-то жанр, который легче, или художник отдыхает, когда занимается пейзажем. Это всё очень сложно и интересно. Более того, я скажу, что возможность работать на пленэре обогатила мою палитру. И с точки зрения живописи, с точки зрения живописных построений картины, мне это дало очень многое. Я рад, что у меня есть такая возможность. Я благодарен руководителям музея и людям, которые работают и создают такую атмосферу, что мне приятно находиться, приятно работать и приятно сотрудничать с этими людьми. Выставка работает с 6 апреля по 12 июня. Измайловский остров ещё обозначен как городок имени Баумана. Сюда можно добраться от метро Партизанской на троллейбусе или трамвае до остановки Главной аллея. Либо доехать можно ещё с метро Измайловская, можно доехать на троллейбусе до остановки Галереи Измайлова и пройтись немножко пешком. Мы будем рады вас видеть.